Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС, студия Анастасия Гарбер. В этом году столичные спасатели потушили уже более 400 пожаров и загораний, на которых погибли 5 человек, еще 10 пострадали. Более 190 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Минск чрезвычайный. Минувшая неделя в городе прошла без каких-либо серьезных по своим последствиям происшествий. Но десятки случаев загорания пищи на плите и мусора в жилье говорят о том, что потенциально серьезных пожаров было немало. К сожалению, курильщики часто не думают о том, что небрежно брошенная сигарета – это не просто мусор, а источник зажигания. Некоторые считают, что мусорные пожары не наносят ущерба. На самом деле это не так. Загоревшийся в канале мусоросборника мусор неизбежно приведет к повреждению самого мусоросборника и контейнера. Кроме того, необходимо будет отремонтировать подъезд после копоти. А если пожар не ликвидировать вовремя, может возникнуть реальная угроза для жильцов подъезда. Поэтому я призываю всех быть внимательнее при обращении с огнем. Минск чрезвычайный. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать. В заключении напомню, что для привлечения внимания в угрожающих жителям чрезвычайных ситуациях подается предупредительный сигнал «Внимание всем» продолжительностью 3 минуты. Если вы услышали такой сигнал, включите телевизор или радиоприемник и прослушайте текстовое сообщение о произошедшей ЧАЭС и все необходимые рекомендации для последующих действий. Помните, что в любой чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 101 или 112. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.